МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мне хотелось бы пригласить своих студентов за стол. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Ну, мы на прошлом занятии, надеюсь, вам понравились некоторые экскурсы в истории теории вероятностей. Но сегодня я хотел бы по прошествии некоторого времени задать вам пару задачек по прошлой теме, прежде чем мы придем к новой. Вот. Вот. И пусть вас не смущает, ну, некоторая такая экзальтированность этих задачек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А задачки такие, например. Мы заодно увидим, что все в жизни описывается вероятностями. Три девушки раздевались в темной комнате в женском общежитии. Ну, они жили так втроем. И двум из них пришлось идти на работу в ночную смену. А одежду они всю свою свалили прямо в одну кучу, как раздевались. Они пришли с вечеринки на экономе. И вот они, не желая будить подругу, одевались в полной темноте, ну, буквально на ощупь. То есть нашла там какой-нибудь предмет одежды и сразу надевает. Вот какая вероятность, что каждая из них ушла в своих трусиках? Три из девяти. Так, один вариант. Какие еще есть мнения? Нет, прошу, прошу, один из трех. Один из трех. А сколько всего было предметов одежды? Всего три предмета одежды. Ну, трусики они же не спутали с колготками или там, я не знаю, какие еще будут предметы, лифчики. Именно трусики. Вот они... Одна девятая. Одна девятая у нас варианты. Какие еще есть варианты? Есть, Катюш, какие-то варианты? Один из трех. Один из трех. Я бы тоже сказала, один из трех. Ну, я пока... На самом деле я не помню, какой там правильный ответ, но я знаю метод, которым мы рассуждаем. Вот первая подходит... Вот представьте себе, кучка из трех предметов. Вот у нас лежит... Три девушки. Три предмета каких-нибудь. Но мы в темноте. Вот две монетки не русские, например, а одна русская. Вот первая девушка берет наугад какую-нибудь монетку. Какая вероятность, что она взяла именно свои трусики? Одна треть, естественно. Одна треть. Правильно? Теперь, причем, если она взяла не свои, то у нас уже решение не состоится, ничего не получится, уже какая-то, вернее, как минимум две уже будут в чужих. Поэтому вот только при условии, что первая угадала, у нас эта задача срастается. Теперь у второй выбор поменьше, уже всего осталось два предмета. Причем одни из них точно ее, потому что та забрала свои как раз. Какая вероятность у второй угадать свои из двух? Одна вторая. Одна вторая. Ну почему? Их два лежит предмета. Вот она в темноте взяла один из них. Либо мои, либо не мои. Нет, просто математически, если один из них выпал, то вероятность увеличивается гораздо больше, чем на 50%. Она выше 50%, а на 67%. Значит, вы пытаетесь забраться в сложные области математики, которые граничат с заблуждением. То есть, на самом деле, в том, что вы говорите, есть некоторые сельмяга, но простое решение именно 50%. Именно 50%. Поэтому вероятность того, что вторая девушка взяла именно свои друсики, одна вторая, а вероятность того, что обе они взяли, каждая свои, является произведением одну третью умножить на одну вторую. То есть, вероятностью одна шестая, каждая из них ушла вот в своей вот этой маленькой детали одежды. Вот. Теперь я могу эту задачку сильно усложнить и сказать, например, что дальше пошла еще речь о чулках. Они чулки тоже надевали в темноте. Потому что если бы я сказал колготки, то вероятность была точно такая же. Вот. А чулков у нас лежит 6 в куче. И вот это правильное решение этой задачи. Первая девушка берет один из шести чулков правильно, и ее чулков там два. С вероятностью одна треть она берет первый чулок правильно. А с вероятностью одна пятая, что там осталось пять в кучке, и только один ее чулок, четыре чужих. С вероятностью одна пятая она берет второй свой чулок. Поэтому нужно одну треть умножить на одну пятую. И вот одна пятнадцатая вероятность, что первая ушла в своих. Теперь, рассматривая вторую девушку, вторую, она из этих четырех оставшихся, первая берет с вероятностью одна вторая. Потому что два ее там, правильно? Ну, то есть четыре чулка остались, это ушло правильно в своих, с вероятностью одна пятнадцатая. Если не в своих, задача уже не решилась, правильно? Теперь она с вероятностью одна вторая берет один из своих двух чулков из кучки в четыре чулка. А вторую же она угадывает с вероятностью одна третья. То есть вероятность для второй одна шестая. Ну, а третьи уже достались, уже с вероятностью сто процентов ее чулки. Если те угадали, правильно? Поэтому надо одну пятнадцатую умножить на одну шестую. Получится одна девяностая. И вероятность там никак не увеличивается. Если одна... Ну, вероятность увеличивается. Это можно угадать только с вероятностью одна пятнадцатая. А эта вторая, при условии, что первая угадала, уже имеет одну шестую. Вот примерно такая дисперсия или эпидерсия, как ее назвать. Ну, сегодняшняя тема нашего урока – это стартовые руки в покере. Поэтому мы так с места в карьер переходим к сложным покерным темам. Стартовые руки – это те две карты, которые вам раздают в начале и с которыми вы потом будете играть. И эти стартовые руки сделаем впоследствии, и вы будете этим пользоваться, таблиц стартовых рук, которые посчитаны просто на компьютере. И известно, что два туза имеют против любой случайной руки вероятность там выиграть 85%. Вот мы дадим человеку два туза, и он с вероятностью 85% выиграет у любой другой двухкарточной руки. После двух тузов по силе идут, легко догадаться, два короля, потом идут две дамы. Ну, все пары имеют неплохое ожидание. Вот, но маленькие пары, у них уже немножко похуже, потому что придет на стол, там, две старших карты, например. И кроме того, что придет, там, например, у вас две восьмерки, а на стол пришли, там, туз, король, два. У кого-то, может быть, есть туз, у кого-то король, и он образовал уже пару с картами, с общими картами на столе. И ваши две восьмерки теперь, чтобы выиграть, им обязательно нужна восьмерка, третья. А восьмерок в колоде осталось только две, поэтому шансы не очень велики. А если, например, у вас еще четверки, то у вас, кроме тузов и королей, пугают еще и шестерки, семерки, те, которые не пугают восьмерок. То есть мы будем отдельно разбирать с вами такие руки, как старшие пары, средние пары, младшие пары. Причем даже внутри этих групп мы будем выделять подгруппы, потому что два туза или два короля по розыгрышу сильно отличаются от дам или валетов. Поэтому мы будем называть там, например, это какими-нибудь премиум парами, а это просто старшими парами. А восьмерки, там, девятки уже средними парами, а четверки, пятерки младшими парами. Кроме, значит, пар у нас есть вот такие, как бы, крупные карты. То есть, ну, назовем ее овер от английского, ну, над, как бы. То есть, эти оверкарты, будем считать там тузы, короли, дамы и валеты, например, они могут быть с тузом или без туза. Вообще, чтобы вы научились играть в покер, очень важно понять такую вещь, что силы карты заключаются в силе руки, в связанности между собой этих ваших двух карт. Ну, самая лучшая связка, это когда они одинаково достоятся и уже сразу образуют пар. То есть, другая возможность силы этой руки, что эти карты одной масти и расположены близко друг от друга. То есть, какие-то случайные карты, если бросать на стол, мы просто возьмем и начнем выкидывать какие-то случайные карты. Там, пять, шесть, семь. Пару может образовать любая рука. Но, например, к тузу и королю одномастным подходят не только флопы с тузом и королем, но также подходят две любые червушки, например, которые дадут возможность идти на флеш. Подходят, например, если придут там какие-то дамы валеты, то они дадут им возможность построить стрит дамы валет 10. То есть, туз король дамы валет 10 будет. Поэтому силы руки в многогранности ее используют. То есть, это должна быть либо пара, либо две связанные между собой карты, если они не парные, которые связаны они близостью для образования стритов по достоинству и мастью для образования флешей. Вот, то есть, и дальше могут быть эти оверкарты, кроме там с тузом и без туза. Кроме того, еще бывают связки, это низкие карты, которые находятся, ну, вот 7-5, например, пример такой связки, но они как бы далековато друг от друга, между ними есть зазор, а вот 8-7, например, уже лучше, потому что они без зазора. Вот, в книжках по покеру, которых я вам порекомендую несколько, в которых можно более подробно прочитать все, о чем мы говорим в этих коротких наших уроках, что, например, 8-7 одномастный образует стрит гораздо чаще, чем, например, 7-5 или 8-6. То есть, ну, вот это пространство между ними всего лишь в одну карту, например, если мы возьмем 9-7, то у нас какие могут быть стриты? 10-8-6, да? Или, например, валет 10-8. Или 8-6-5. Так? И похоже, что все. То есть, 3 возможностей. То есть, обязательно нужна восьмерка, которая между ними лежит. И три варианта. Либо одна карта выше, одна ниже, либо две выше, либо две ниже. Все, на этом, как бы, перебор этот заканчивается. А если у нас вот такая конструкция подряд, то нас устраивает три карты здесь, две карты здесь, одна здесь, одна карта здесь, две здесь и три карты здесь. То есть, как видим, просто вариантов этих гораздо больше. А, скажем, если мы возьмем и в качестве одномастной связки начнем рассматривать комбинацию с двумя дырками, то тогда у нас задача усложняется. Нам обязательно нужны две карты в середину. И после этого либо одна здесь, либо одна здесь. Более того, нам хуже будет их разыгрывать, потому что нам нужно вот эти две в середину получить сразу, немедленно, чтобы у нас была двусторонка. Потому что, ну, тут мы немножко забежали вперед, когда мы начнем проходить стриты, то есть стриты делятся на двусторонние и односторонние. Вы чувствуете, что уже забрались в некоторые дебри. Нет? Все, сознание ушло. Ну, смотрите, например, вот у вас есть такая конструкция. Ну, неважно, другие карты. Вам для того, чтобы построить... Давайте для... Уберем какой-нибудь... Чтобы не смущали вас возможные стриты, мы заменим девятку и семерку так, на разномаст. Чтобы нас интересовал только стрит, а не интересовал бы флеш. То есть вот у нас с вами такая конструкция, и нам нужна карта для... Пока что это ничего. Ну, нету ни пары, ни стрита. То есть мы проиграем любому тузу-королю. Вот. Но если придет либо шестерка, либо валет, то у нас получится стрит. Правильно? Правильно. У нас таких карт в колоде валетов и шестерок всего восемь. Четыре валета и четыре шестерки. Следовательно, когда мы будем считать вероятность того, что мы выиграем, вот из этих оставшихся карт, вот сколько их там осталось, сорок там или сорок пять, нам годится восемь карт. И это уже какие-то приличные шансы. Уже 20% тех, которые мы проходили, есть. А если, например, у нас все то же самое, только нам не хватает вот какой-нибудь девятки здесь, например. И мы видим, что нас не устраивает никакая другая карта, кроме девятки. Это называется стрит в живот, потому что мы в середину его покупаем. И таких карт в колоде всего четыре. И это из тех вот сорока карт, которые мы считали, не одна пятая, когда восемь, а одного же десятая. Поэтому, когда мы, например, в банк сто ставим двадцать, рассчитывая, что придет одна из восьми или девяти карт, мы делаем ставку с положительным отожиданием. А если тот же самый пример рассмотреть, там, если помните, в банке было тысяча, и он нам поставил 200 с двумя тузами, да? А мы поставим тоже, например, 200 вот в этой ситуации. Нам нужен стрит в живот. И посчитаем, что из тех сорока четырех карт, которые там оставались, у нас только четыре девятки. То есть, если мы сыграем сорок четыре раза, то мы четыре раза выиграем по 1200, четыре по 1200, кто поможет, 4800. И запишем в плюс 4800. А оставшиеся сорок раз, ну, сорок четыре минус четыре, мы по 200 проиграем. И таким образом, сорок раз по 200, это получится у нас восемь тысяч. Восемь тысяч проиграли, а только 4800 выиграли. То есть, у нас будет минус 3200 по сумме. То есть, если мы 3200 разделим на 44 искутания, то получится, что примерно по 80 вот этих долларов у нас отрицательное мат ожидания в каждой нашей ставке. То есть, мы, когда ставим 200, мы как бы уже проиграли 80. Это понятно? То есть, на длинной дистанции, вот непонятно, Лерочка, спрашивайте. отрицательный мат ожидания в какой-то там ставке, мне стало совсем тяжело. Вы сразу подумали про ожидание мата какого-нибудь, да? Нет, нет, нет. Мне кажется, что я подумала в правильном направлении, но я так и не дошла до финала. Ну, почему? Мне очень важно, что... Нет, давайте останавливаться, возвращаться. Мне важно, чтобы вы это поняли. Спасибо. Вот, если хотите, мы действительно прервемся, выпьем чайку-кофейку и не спеша, как бы, распутаем этот клубок от начала и до самого конца. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok